Улица, фонарь, аптека. А дальше совсем не так, как у поэта 19 века. Рюмочные закусочные бары. Это день сегодняшний. Теперь они носят статус культурного заведения и должны соответствовать требованиям закона Алтайского края о розничной продаже алкоголя. Наши предприниматели не отдают себе отчета. Главное это продать, получить определенную прибыль, но выполнять эти требования зачастую они не читают, не стремятся прочитать эти ГОСТы. И считают, что те стулья, столы, 6 столов, 24 стула являются тем критерием оценки, что их можно отнести к предприятиям, кафе или к ресторану. Спросы и предложения дополняют друг друга. В одном жилом доме сейчас могут находиться несколько точек, которые реализуют напитки. Владельцы квартиры, управляющие компанией по-прежнему относятся к такому соседству настороженно. Но большинство признают, жалоб и замечаний к работе круглосуточных заведений становится все меньше. Не совсем это кафе-бары, так скажем, завуалированные под кафе-бары обычные пивные магазины, дабы продлить время продажи алкогольных напитков. Выходные у нас пятница вечер, суббота, весело. Вот так встретим. Пройти невозможно. Особенно вот у нас здесь пролеты, где пивные магазины. Нет, не беспокоят. Только вот летом сидят на лавочках с пивом, а так в основном нет. За соблюдением правил этикета посетителей закусочных и баров вынуждены следить сами владельцы торговых точек. Терять бизнес или платить штрафы сейчас невыгодно. Поэтому стараются сделать предприятие максимально современным. Столовые приборы, салфетки и вай-фай. В поздний час в этих заведениях можно даже читать, но самое главное – соблюдать основные требования закона. Он должен соответствовать всем санитарным нормам и требованиям, предъявляемым для данного рода бизнеса. Радиус от запрещающих организаций образовательных медицинских учреждений должен быть соблюден. Чтобы сделать жизнь окружающих еще более спокойной и трезвой, законодатели формулируют новые пожелания. Предлагают, например, расширить зону запрета продажи алкоголя вблизи социальных учреждений. Или ввести официальный «День трезвости», вернуть вытрезвители или запретить продажу горячительного всем, кто младше 21 года. Правда, станут ли после этих мер, пить меньше пока не ясно. Ну а бизнесу к сложностям не привыкать. Ольга Штополь, Сергей Седых, Роман Хайрулин, Новости.